Слава Господу! Аминь! Отец, благослови, презри светлым лицом Своим на каждого из нас, помилуй, Отец Небесный, даруй нам мудрость и даруй нам водительство Твоего Святого Духа в этом новом году, и пусть Твоя особенная благодать пребудет на каждом, на каждом из нас в течение всего этого года. Мы Тебе доверяем это время, мы Тебе доверяем это новое начало, и мы верим, что Слово Твое, оно всегда будет с нами, оно всегда будет наставлять нас и сопровождать нас во все дни, до скончания века. Аминь! Аминь, драгоценные! Этот год для славы Божьей, правда? Этот год для того, чтобы имя Иисуса Христа прославилось, и я верю, что так оно и будет. Хотя, надо признать, что непростое время, конечно, непростое время, в которое мы с вами живем. Я думаю, что Бог оказал нам великую честь жить в последнее время перед пришествием Иисуса Христа, перед тем, как Он придет второй раз на эту землю, и это будет славное пришествие. Написано, что это увидят все, все с разных сторон нашей планеты, все увидят. Написано, как молнию видно от запада до востока, так будет пришествие Сына Человеческого. Все увидят, Он придет в великой славе, Он придет в великой силе, Он придет в окружении многочисленных ангелов. Это будет очень круто! Если вы в эту новогоднюю ночь, в эту новогоднюю ночь наблюдали какие-нибудь фейерверки, то это ничто по сравнению с тем, что ожидает нас впереди. Когда Иисус Христос придет на эту землю в своей славе, и Он придет, чтобы взять, восхитить церковь свою с этой земли, восхитить от зла, от несправедливости, от боли, от этих болезней, от страданий, восхитить тех, кто поверили в Него, живя на этой земле. Кто избрали быть верными Ему до самого конца, в любых ситуациях, в здравии или в болезни, в бедности или в богатстве, кто решил следовать за Иисусом Христом до конца. Однажды мы, написано, восклонимся, то есть поднимем свои головы наверх и увидим, увидим Его, прекрасного, в Которого мы верили, верного, Который придет. Аминь. И я верю, что мы живем в это удивительное, особенное последнее время, и, конечно же, оно непростое. Возникают вопросы, которые раньше не возникали. Кто из вас года два-три назад мог бы предположить, что вполне естественно для вас будет в каждом кармане практически иметь маску? Для нас это было бы просто смешно. Медицинская маска, зачем ее буду таскать каждый раз в кармане? А сегодня, наверное, сложно найти ту одежду, в которой у нас не было бы этой маски, потому что если вы заходите в общественный транспорт, вам обязательно надо ее одеть. Если вы хотите рассчитаться за свои продукты на кассе, вам надо обязательно ее одеть. И это стало просто обычным делом для нас носить эти маски. Конечно, возникали вопросы в этом прошедшем уже году, с которыми мы раньше не сталкивались. Один из, наверное, самых таких трудных вопросов был, это вакцинироваться или не вакцинироваться. Я знаю, что для многих из нас это было непростой задачей принять решение в ту или в другую сторону. Но что ждет нас этот год? Новый год. Судя по тому, что происходило в прошлом году, я думаю, могут возникнуть вопросы, которые еще более серьезные, чем вакцинироваться или не вакцинироваться. И вот мой вопрос к вам сегодня и к себе и каждому из нас, каким образом нам суметь поступить правильно? Каким образом нам все-таки, чтобы у нас получилось угождать Богу, чтобы нам получилось остаться верными Ему до самого конца? Как нам, где нам взять эту мудрость, чтобы поступать правильно? Я думаю, что с одной стороны мы обычные люди. Мы обычные люди, которые, когда возникает какой-то вопрос, мы, ну как мы стараемся его решить? Ну сначала, наверное, мы пытаемся получить максимум информации, да, в одну сторону, в другую сторону. И мы вот в прошедшем году пытались получить разную информацию и ролики в пользу одного решения, ролики приходят в пользу другого решения. Мы вникаем, пытаемся понять, у нас появляется какая-то информация, мы начинаем более-менее себя уверенно уже чувствовать в этом новом вопросе. И думаем, ага, скорее всего надо поступить вот так. Один вариант. Я думаю, все так делают, все люди думающие, размышляют и поступают подобным образом. Но кроме того, чтобы собрать информацию, конечно, мы, дети Божьи, мы просим мудрости у Бога. Еще один вариант, чтобы решить правильно какой-то вопрос. Господи, дай нам мудрости. И мы нуждаемся в этой мудрости, обращаемся к Богу и тоже, конечно же, очень правильно поступаем, если делаем так. Но я хочу вам сказать сегодня, что, например, Соломону, у которого была вся мудрость, ну на самом деле Бог ему дал всю мудрость, которую возможно было иметь на земле, всю эту человеческую мудрость, она у Соломона была. Но эта мудрость почему-то не помогла Соломону остаться верным до конца. Не хочется, конечно, говорить о других людях нехорошо, но в Библии это написано, поэтому я процитирую вам вот этот отрывок. Третья книга царств, 11 глава с 4 стиха. Во время старости Соломона, старости, человек уже в преклонном возрасте, у него уже не просто, у него не только мудрость, у него и опыт уже есть. Он столько притч написал. Мы читаем, наслаждаемся этими притчами, которые Бог через него высказал. И в то же время читаем, во время старости Соломона, жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу, Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству седонскому, и мелхому мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид отец его. Как так? Человек, имеющий всю мудрость, которую дал ему сам Бог, в результате отворачивается от Бога и начинает служить мерзости. То, что в глазах Божьих является мерзостью. И этот человек, наполненный мудростью, начинает служить этой мерзости. Как так? Для меня это очень яркий пример о том, что мало просто понимать, как надо поступать правильно. Мало иметь мудрость, иметь откровение и знать, как надо правильно поступать. А вот нужно еще иметь силу, чтобы поступить вот таким образом. И вот это намного сложнее даже, чем иметь понимание, как надо правильно. Я должен вам признаться, что есть еще одно слово, которое тоже достаточно яркое. Книга Откровения. И книга Откровения говорит о том, что все от малого до великого поклонятся сатане. Абсолютно все. От малого до великого поклонятся сатане. Давайте прочитаем это. 13 глава, 16 стиха. «И он, то есть дьявол, сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666». Абсолютно все, неважно, в каком ты положении, в какое положение ты в этом обществе занимаешь, неважно, сколько у тебя денег, все абсолютно, ну, образно говоря, от бомжа до президента, абсолютно все поклонятся дьяволу и не смогут распознать, что они делают. А может быть и смогут, кто-то сможет, да, не найдет силы в себе, чтобы отказаться от этого, и все равно поступит, получается, неправильно. Потому что в другом месте, в этой же книге Откровения написано, что каждый человек, у кого будет эта печать зверя, они будут навсегда потеряны перед Богом, они будут навсегда потеряны перед вечностью с Богом, они окажутся отверженными Богом. Господи, где нам взять эту мудрость? Как, что это за мудрость, чтобы поступить правильно, чтобы остаться верными Богу и в этом году, и во всей жизни нашей? Вы знаете, что Господь сравнивает здесь Соломона с отцом его, с Давидом. У Давида, насколько я знаю, не было такого подарка, как у Соломона. Вот эта мудрость, которой написано, не обладал никто ни до Соломона, ни после Соломона, мудрость, которая просто зашкаливает перед всеми остальными. У Давида не было такого подарка. Но вот Давид, он смог сохранить верность Богу до конца. А Соломон, который имел всю мудрость, не смог остаться верным Богу до конца. Вот интересный факт. И нам так важно сегодня обратить внимание на то, что же такое имел Давид, что же у него такого было, что помогло ему остаться верным Богу, что помогло ему поступать правильно, что помогло ему пройти через разные искушения, испытания, и бедности, и богатства, и славу, и позор, что помогло ему встать, когда он падал. И в результате он назван мужем по сердцу Божьему. И вот один, имеющий всю мудрость, но в результате, который не смог поступить правильно и остаться верным Богу. А другой, не имеющий такой мудрости, но муж по сердцу Божьему, он смог остаться верным Богу и пройти весь этот путь правильно. В чем разница? Чем обладал Давид, чего не было у всех остальных? Я хочу вам сказать, что у него на самом деле был совершенно иной взгляд, чем у всех окружающих его людей. Хотя надо признать, что Саула окружала элита просто того общества. Но при этом Давид, пастушок, который только от своих овечек пришел, он сильно отличался от всех их. В 18 главе, в первой книге царств, три раза, три раза, четвертый раз еще там в четвертой царства описывается, три раза сказано, что Давид поступал очень благоразумно. Посмотрите, первая книга царств, первая книга царств, пятый стих. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул. И сделал его Саул начальником от всеми военными людьми. Другой стих, 14 этой же главы. «И Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». И 30 стих я прочитаю. «И когда вожди филистимские вышли на войну, Давид с самого выхода их действовал благоразумнее всех слуг Саула, и весьма понравилось, прославлялось имя его». То есть Давид выделялся, его взгляд был какой-то особенный, его решения были какие-то нестандартные. Откуда? Надо признать, что Саул, о нем написано так, что когда он видел какого-то человека одаренного или способного к какому-то делу, или человека храброго особо, или человека сильного, он сразу его подтягивал к себе. То есть Саул окружил себя элитой. Он окружил себя самыми разумными людьми своего народа. Вокруг него не было простых каких-то людей. Они были сильные, смелые, разумные, образованные, и не было какого-то недостатка у них. Но при этом, я приведу вам один пример, при этом Давид, он выделялся из всех их. Один пример. Наверняка вы помните эту историю с Голиафом. Четыре месяца все войско Саулова стоит напротив филистимлян, напротив врагов их, которые вышли воевать против Саула и его войска. Они четыре месяца стоят, и они слушают, как каждый день, два раза в день, утром и вечером, выходит один мужик, три с лишним метра роста, здоровенный, во всем обмундировании военном, и он проклинает имя Божье, и он проклинает все это войско Израилева. И он просто издевается над ними, он говорит, кто вы такие, ну давайте кто-нибудь, может сразиться со мной, ну давайте выходите. Он издевается, он глумится над ними, и они четыре месяца слушают это, согнутые, и не могут ничего сделать. В это время отец посылает своего сына, младшего Давида. Тот пас овечек у своего отца, и Давид говорит, подожди немножко с овечками, вот на тебе покушать, иди отнеси братьев, и узнай у братьев, как они вообще там, как здоровье их. Давид берет, поручает слуге своих овечек, берет то, что отец ему передал, и несет к братьям. И когда он приходит туда, он слышит те же самые слова, которые весь, все это войско слышит уже в течение четырех месяцев. Его реакция просто однозначная. Он говорит, подождите, подождите, я ничего не ослышался, все нормально, вы тоже это слышите? Вы слышите, что говорит этот необрезанный? Вы слышите, как он поносит Бога и войска Израиля? Ребят, все нормально, вы что? А в ответ он слышит, царь обещал, и рассказывает, что царь обещал тому, кто сможет поразить этого Голиафа, этого воина филистинского. Давид говорит, да вы что, конечно, здорово, еще и подарки мне, да конечно, и он говорит, я пойду, я сражусь, и я смогу его победить. Над ним смеются, кто-то понимает, что, наверное, с ним не все в порядке, потому что это нереально победить этого Голиафа. Все это войско во главе с военачальниками, во главе со смелыми. А вы знаете, что у Саула было достаточно храбрых людей. У них не было недостатка в храбрости, в смелости, у них не было недостатка в разуме или еще в чем-нибудь человеческом. Но при этом они не могли найти правильного решения, как надо поступить в этой ситуации. И вот приходит этот пастушок, и вы знаете, что он сразился с этим Голиафом, и он убил этого Голиафа. И все смотрят и в шоке, как это возможно вообще? Как это возможно? Как это произошло? Ну, конечно, можно было бы по-человечески подумать. Ну да, как же мы не додумались. Надо было взять пять гладких камней из ручья. Мы тут сидим, смотрим, думаем, стратегии вырабатываем. А Давид, он написано, подошел к ручью, выбрал там пять гладких камней, положил пастушечью сумочку свою, потом взял пращу, взял посох и пошел против этого Голиафа. По-человечески рассудить, как же мы не додумались, конечно, все же так просто. Откуда у Давида было это понимание? Я хочу прочитать вам те слова, которые Давид отвечает Саулу, когда Саул разговаривает с Давидом перед этой битвой, и он проговорит, объясняет Давиду, что ты не можешь победить этого Голиафа. Ты еще юнец, а он воин от юности своей, а он в обмундировании таком. Ты не можешь его победить? И вот, что отвечает Давид Саулу. И здесь, я думаю, кроется вот этот ответ, насколько другой взгляд был у Давида, чем у всего окружения Саула. И вот, что отвечает Давид. Это записано в 1-й книге царств, в 17-й главе, в 34-го стиха. «И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня...» То есть перед этим был один вариант, да, как это все происходило. Он говорит, я пас овец, прибегает лев или медведь, хватает овечку, уносит, я бегу, догоняю, хватаю из пасти вырываю и ухожу домой. Медведь в одну сторону, а я в другую сторону. Лев в одну сторону, а я в другую сторону. Один вариант. Другой вариант. А если он бросался на меня, то есть разные похожие варианты были. Когда я это читаю, я понимаю, что это было не разу какой-то случай, медведь или лев, то есть это была постоянная какая-то практика, как там жил с овечками этот Давид. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершвлял его. И льва и медведя убивал раб твой. И с этим филистимляниным необрезанным будет то же, что и с ними, потому что так поносит воинство Бога Живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. У Саула не осталось аргументов, чтобы остановить каким-то образом Давида. По всей видимости, у Саула не было этого. Для Саула это было новое какое-то мышление, которое он слышал. У Саула было понятное человеческое мышление. Он приблизил к себе элиту всего своего народа, и он думал, что он в безопасности. Но вот он встречается с этой проблемой, которую не может решить ни он, ни вся эта элита вместе взятая. Они думают, они вырабатывают стратегии, и они не могут найти ответа. Как это похоже на наше время. Чем дальше, тем с более сложными вопросами мы с вами можем встретиться, и никакая мудрость человеческая, и никакие силы, и никакие деньги не смогут нам помочь найти правильное решение. Что же было у Давида? Да у него был вообще другой взгляд какой-то. Он привык рассуждать так. У меня есть овечки. Я так это вижу. У меня есть овечки, которых Бог мне доверил. Но написано, что он пас овец отца своего. Но похоже, это не смущало его. То есть если отец ему доверил овечек, это значит Бог ему доверил, у него как-то все это сходилось, и он понимал, что Бог с ним. У меня есть что-то, что доверил мне Бог. Есть наши овечки. Есть то, что Бог доверил нам. Есть наши дети, которых Бог нам доверил, и это наши овечки. Есть какая-то ответственность у нас в жизни. И это наши овечки, которых Бог нам доверил. И вот приходит какая-то атака. И вот этот лев или медведь нападает, и Давид, по всей видимости, не смотрит по-человечески, насколько сильный и страшный этот лев. Он не смотрит, какой это медведь. Он не смотрит, сможет ли он с этим справиться или нет. У него мышление какое-то другое. Кто-то попытался забрать то, что Бог мне доверил. Ребят, вы чего? Если Господь мне доверил, значит, Господь со мной. И он гонится и забирает эту овечку прямо из пасти этого льва или медведя и возвращается. А если он видит агрессию со стороны, о, ребят, да вы чего? Он берет, хватает и разрывает. Думает ли он, как это все будет? Я думаю, вряд ли. Невозможно подумать. Если ты смотришь по-человечески, это будет страшно. Если ты посмотришь по-человечески на этого льва или на медведя, я не так давно летом имел такую возможность, я смотрел, я представлял Давида и рассказывал, значит, о своей семье. Я говорю, посмотрите, как вы себе это представляете? Как Давид мог взять вот этого за космой и разорвать? Да это ж нереально просто. По-человечески это нереально. Дорогие, помните, написано, это число человеческое. Число 666. Там будет вся человеческая мудрость. Там будут все человеческие познания. Все человеческое будет собрано там, и дьявол возглавит это. Если мы будем смотреть по-человечески, мы не сможем распознать и найти правильное решение и правильный выход из какой-то ситуации. Если мы сможем, если мы будем смотреть по-человечески, дьявол по-любому найдет возможность, чтобы обмануть. Послушайте, от малого до великого. Неважно, бедный, богатый, свободный, раб, неважно, власть имеющий или вообще ничего не имеющий, неважно. Если ты в человеческой системе, если твой взгляд только человеческий, ты обязательно попадешь под власть дьявола и не сможешь распознать, а отсюда не сможешь противостать тому, что он будет предлагать для твоей жизни. У Давида был совершенно другой взгляд. И он привык, по всей видимости, так смотреть и так рассуждать. Поэтому, когда он оказался на войне и увидел этого филистимлянина, у него продолжает работать то же самое мышление, тот же самый взгляд. И он пытается объяснить это Саулу. Он говорит, подожди, как он может поносить Бога? Как он может поносить все войско Израильева? Это же не естественно. Он не смотрит по-человечески, как справиться с этим филистимлянином. Вряд ли он думает о стратегии, каким образом он сможет победить этого филистимлянина. Потому что по-человечески там не было никакого варианта. Если бы хоть какой-то вариант был, поверьте, кто-нибудь из этих мудрых, которые окружали Саула, или кто-нибудь из этих смелых, сильных людей, сильных воинов, они бы нашли выход, как справиться с этим Голиафом. Не было человеческого решения. Но Давид, который смотрел не по-человечески, он отталкивался только от того, как это выглядит в глазах Божьих. Ну, конечно, в глазах Божьих это выглядит ненормально. Ну, не может какой-то необрезанный филистимлянин поносить Бога. Поэтому я сейчас вступлюсь, поэтому я сейчас смогу его победить, и, конечно, Бог мне поможет. Точно так же, как Бог не позволил, чтобы кто-то забрал мою овечку. Точно так же, как Бог дал мне силы, чтобы справиться с этим львом и медведем. Точно так же будет и с этим филистимлянином. Привычное мышление Давида, оно вело его дальше и дальше. Я думаю, что где-то в пути он понял, что надо взять камушек, что он как-то... Я не знаю, как это работает. Это не работает по-человечески. Это невозможно просчитать, это невозможно предугадать. Я думаю, что Бог включает какой-то свой ресурс по пути. Когда человек учится мыслить так. Подожди, Бог мне дал власть над моими детьми. Почему какой-то лев из интернета пытается прийти и завладеть всем вниманием, всеми чувствами моего ребенка? Почему какой-то медведь лени не позволяет моему ребенку встать, чтобы делать то, что он должен или то, что она должна делать? Я вступлюсь. Бог дал мне власть над моими детьми. Почему какая-то болезнь, она не слезает с моих детей? Да с какой стадии? Бог дал мне ответственность за моих детей. Они... Это время в моем доме, в моей власти. Я заберу и спасти. А если будет противостояние какое-то, я разорву. Я что-то изменю. Как ты все это сделаешь? Не знаю, как. Но когда ты с этим взглядом начинаешь вступаться за своих детей, Бог по пути дает тебе какую-то мысль, Он дает тебе какое-то слово, Он дает тебе какое-то решение, что тебе надо сделать, или что тебе надо сказать, или с кем посоветоваться. Бог на пути помогает тебе взять тот камушек, который ты раскрутишь в этой праще и попадешь прямо в лоб этому врагу, прямо в лоб этой болезни, прямо в лоб этой похоти какой-то, или лени, или еще чему-то. Так, что они не смогут больше владеть твоими детьми. Я думаю, нам сегодня так важно принять тот взгляд, который был у Давида. Это взгляд нечеловеческий. Это взгляд, который вне этой системы, где все человеческое будет подвержено сатане, где все человеческое поклонится антихристу, где все человеческое примет себе на лоб или на руку эту печать зверя, мерзости этой. Все человеческое будет под властью дьяволу, но тот взгляд, который был у Давида, он так необходим нам сегодня. И тогда мы не под властью этого мира. И тогда мы не под властью этого человеческого. Поэтому написано, поклонятся все, кроме тех, чьи имена записаны в книге жизни. Кроме тех, кто живет совершенно другой жизнью, кто не от человеческого отталкивается, а вооружается взглядом Божьим. Поэтому я хочу показать вам сегодня три отличительные черты, которые я вижу у Давида. Я думаю, их было больше. Если порассуждать, можно увидеть больше. И я бы хотел, может быть, больше показать. Но сегодня три, на мой взгляд, основные. Первое, что отличало Давида от всех остальных и помогало ему иметь этот особенный взгляд. Первое, он строил отношения с Богом, когда его никто не видел. И это супер важно. И я уверен, это на первом месте. Он строил взаимоотношения с Богом, когда его никто не видел. Он решал свои вопросы, с которыми встречался, не на публике, не когда вокруг воинства. Он решал это, когда не перед кем рисоваться, когда не перед кем просто что-то показывать, если что-то из себя представляешь. Никто не видел, там были одни овцы. И горы, и поля, и больше ничего. Но он знал, что есть Бог. И он строил эти отношения с Богом. Если какой-то вопрос возникал, ему не с кем было посоветоваться. Он советовался с Богом. Он решал эти вопросы с Богом. И он учился побеждать с Богом там, вместе со своими овечками. Я уверен, что это супер важный момент, который поможет нам отличаться от людей, от всех людей, от людей этого мира. Нам необходимо строить отношения с Богом, когда нас никто не видит. Здесь мы слушаем, принимаем слово, но есть 7 дней в неделю, где мы один на один в разных ситуациях. И Бог смотрит, какие решения мы принимаем и на что мы надеемся. Второе, что я хочу показать, это ничтожность в собственных глазах. Я прочитаю вам пару мест Писания. 1 Царство 24, 15. Вы знаете, что Саул начал гоняться за Давидом. Он стал завидовать Давиду, потому что у Давида был успех, потому что тот поступал благоразумнее всех рабов его, благоразумнее, чем он сам. А Саул глупость за глупостью только делал. Он стал завидовать Давиду, и он стал гоняться, чтобы просто убить этого Давида, как конкурента на престол. И... А Бог защищал Давида. А Бог направлял его везде. И был такой момент, когда войско Саулова, войско, вы представляете, президент с войском, гоняется за кем-то из вас. И вот так было тогда. Этот Саул со своим войском, с храбрыми, сильными мужиками, гоняется за Давидом. И он его уже почти нашел. Он пришел в то место, где ему сообщили, где-то ходит Давид. А там была большая пещера. И Давид со своими людьми спрятался в этой пещере. А Саул по нужде зашел в эту пещеру. И вот Саул сидит и Давид со своими людьми видит его. Вот он перед ними. Один из помощников Давида говорит, Давид, дай я его сейчас прямо пригвожу и не повторю удара вообще. Прямо сейчас. Позволь просто, я убью, и все, все твои проблемы закончатся. Позволь, я это сделаю. Давид не делает этого. Давид говорит, я не могу поднять руку на помазанника Божьего. А после этого он отпускает, уходит этот Саул, так и не увидел ничего, не заметил, уходит. А потом выходит Давид. Встал на расстоянии подальше, чтобы не так просто было его догнать, и кричит к Саулу и ко всем людям. И говорит, против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом и за одною блохою. Давид, на которого к тому времени уже был вылет елей, был вылет елей помазания. Самуил, пророк, пришел однажды и вылил этот елей помазания и помазал Давида и сказал, что ты будешь царем. Давид, который уже понимал, что однажды он станет царем. И вот перед ним этот враг, казалось бы, просто убей его и все, и ты станешь царем. Но Давид говорит, я не смогу, я не сделаю этого. И он видит себя не царем, он видит себя не каким-то великим. Он показывает и говорит, за кем ты гоняешься? Ты царь, а я как мертвый пес, как блоха какая-то, за которой ты гоняешься. Ну посмотри, кто ты, кто я. И он не возвеличивает себя, и он не позволяет себе творить суд. Он не позволяет себе возвеличиться над этим существующим царем и остается в смирении. И еще одно место Писания. Потом другая ситуация была, когда этот Саул предлагал Давиду, чтобы Давид женился на его дочери. И вот ответ Давида. Но Давид сказал Саулу, кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятем царя. Очень скромный, очень ничтожный в своих глазах. Я бы так это сказал. Я думаю, что это качество, которое помогает человеку быть по сердцу Божьему. Я думаю, это то качество, которое Бог отмечает и которое ему очень сильно нравится. У нас, если какой-то успех появляется, то крылья расправляются, плечи становятся более развернутыми, и нам так хочется просто продемонстрировать свою способность, свой успех какой-то, и чтобы все это знали. но Давид был другим, и это отличало его от всех остальных. И он не позволял себе быть высоким в своих глазах. Я думаю, как у него это получалось? Вы знаете, какой я ответ нашел? Я думаю, это зависит от пункта номер один. Когда ты строишь отношения с Богом, и когда ты видишь, что успех по-настоящему приходит от Него, то понимаешь, что ну не тебе это слава, но ты никогда бы с этим медведем не справился, но никогда бы ты не разорвал этого льва, это просто невозможно, ты бы никогда не решил свои проблемы, ты бы оказался уже давно банкротом, ты бы уже давно, может быть, умер от болезни, уже бы давно что-то не получилось в твоей жизни, но все, что у тебя получается, это Бог, который помогает тебе. Это такая важная деталь для тех, кто хочет иметь взгляд Давида, и кто хочет быть мужем или женой по сердцу Божьему. И третий, третья, последняя отличительная черта, это почтение к помазанию. Это почтение к тому, что делает Бог, к Его делу, к Его людям, к Его ставленникам. Это почтение к помазанию. Вот она картина, которую я уже недавно только что описывал, когда Саул гоняется за Давидом, чтобы его убить. И в Библии написано, что к тому времени Дух Божий отошел от Саула. Дух Божий уже на Давиде есть. Он уже отошел от Саула. Написано, даже злой дух от Господа приступил к нему и разрывал, просто мучил этого Саула. И вот этот одержимый царь Саул бегает за Давидом, старается его убить. Какой помазанник! О чем речь? Но в то время, когда у Давида появляется возможность расправиться с этим Саулом, он отвечает дважды. Там две ситуации были. И дважды он отвечает примерно одно и то же. Он говорит, кто останется ненаказанным, если поднимет руку на помазанника Господня? Друзья мои, для Давида достаточно было, что когда-то было помазание на этом человеке, чтобы почитать его. Достаточно было, что когда-то на Сауле было помазание, когда-то Бог его избрал, когда-то он его использовал, когда-то он использовал его как сосуд, в котором было помазание, Дух Божий, присутствие Божье. Давид говорит, упаси меня, Господь, чтобы я поднял руку на этот сосуд, чтобы разбить его. И он относится с трепетом к этому человеку, хотя от этого человека, как от помазанника, уже как будто ничего и не осталось. За кем из вас гонялся ваш пастырь, чтобы убить вас с копьем? А вот второй вопрос, который посерьезнее. А если бы гонялся, смогли бы вы остаться в почтении к нему? И мне кажется, что далеко не все. Так часто, когда кто-то ошибается из наших лидеров, из пастырей, то, скорее всего, чаще всего, мне кажется, можно услышать, да, я так и думал, да, конечно, и пастыря тоже ошибаются, и там нет никакого почтения, там как будто радость от того, что кто-то ошибся из лидеров, лидеры, которые тебя наставляли, которые тебя учили, обличали, может быть, а теперь кто-то споткнулся, и ты готов бросить камень и сказать, да, я так и думал, и там нет никакого почтения. И что ж, тогда ты просто человек, и взгляд твой тогда просто человеческий. И это не то, что нравится Богу. Но Бог особенно смотрит на того человека, который с почтением относится к помазанию Божьему, который ценит и уважает каждого человека, которого избрал Бог, даже, может быть, раньше, может быть, сейчас что-то не так происходит в жизни этого человека, но ты ценишь помазание, которое Бог давал этому человеку. Драгоценное. Нам так необходим сегодня взгляд Божий. Нам так необходим сегодня этот сверхъестественный взгляд, который был у царя Давида, который был когда-то пастушком, а в результате Бог его сделал царем. Нам так необходимо быть в этой категории людей, которые по сердцу Божьему, понимаете, не просто имеют мудрость какую-то человеческую, но по сердцу Божьему. Поэтому нам необходимо принять эти три ценности. Стройте взаимоотношения с Богом, когда вас никто не видит. Стройте эти близкие отношения с Богом, поступайте перед Богом, когда никто не сможет это оценить или увидеть это. Нам так необходимо оказаться в этой категории. И тогда я верю, что Бог поможет нам пройти через все трудности в этом году, через все искушения, испытания. Даже если что-то не получится, мы сможем подняться и встать, как Давид, который падал, но потом поднимался и все-таки остался мужем по сердцу Божьему. Мы сможем преодолеть любые искушения и остаться верными Богу. Аминь. И в этом году, и в следующем году, и во всей нашей жизни, и однажды мы увидим того, который придет, чтобы взять мужей и жен по сердцу Божьему. Взять с собой вечность, где не будет уже ни боли, ни скорби, ни огорчения, где сам Господь будет пасти нас и заботиться о нас и направлять. Давайте встанем, чтобы помолиться, чтобы благословить имя Божье в начале этого года, чтобы благословить весь этот год. Давайте поблагодарим за все, что Он приготовил для нас в этом году и посвятим Ему самих себя. Спасибо.